В этом фокусе мы берем кладу карт, смотрели, я ее перемешаю и ты сдронешься до какой-нибудь карты. Допустим, это у нас будет троечка черепа. Заберем твой торт куда-то в центр и, в принципе, подровняем. Все. На самом деле сейчас твоя троечка лежит в центре. Поставь свою вот такую троечку, зритель ставит свою руку, я делаю щелчок, и вот троечка оказывается лежать наверху. Это нереально крутой, нереально чистый фокус, ребята, сейчас давайте обучаться. Итак, ребята, спустя долгое время я, наконец-таки, сейчас беру и снимаю для вас субботнее видео. То есть, да, это новое, наконец-таки, новое видео, потому что все эти видео были старые, мы это могли заметить по качеству, но все же я постараюсь по максимуму выжить сейчас с картинки и постараться сделать ее интересной. Поэтому очень важно, напишите в комментариях, как вам данное качество. И давайте не забывать о том, что если вам интересны ментальные фокусы, то у меня есть четыре снятых ментальных фокуса еще в прошлом году, поэтому, если вам это интересно, я их буду периодически загружать. То есть, снимать новые видео, как и да, я точно вам не могу сказать. Но вот сейчас появилась, как бы, так сказать, дзен, и я для вас сейчас снимаю это видео. Да, это классно, это прикольно, поэтому поддержите обязательно это видео лайком, напишите какой-нибудь классный комментарий о том, что вы рады, на самом деле, искренне рады, то, что я снимаю для вас новое видео с такой прикольной, интересной рутиной. Ну, это реально классная рутина, быстрая, ну, класс, короче, в общем, да. Поэтому, ребят, от вас максимальная поддержка, от меня максимально большое количество видео, потому что, как минимум, четыре ментальных фокуса еще есть, ну, а дальше будем что-то как-то снимать. Ну, а сейчас давайте уже обучаться. Для начала вы должны научиться делать вот такую вот ленту, ну, потому что это прям основа данного фокуса. Вы делаете ленту, зритель вытаскивает какую-то карту, допустим, 4 пик, и далее вы ее засовываете, на самом деле, куда-то вот прям в центр этой стопки. Я понимаю, у многих возник вопрос, типа, как же мы дальше ее вытащим? Ну, наверх. Все очень просто, смотрите. Сейчас карта, на самом деле, находится где-то в центре. Ну, не в центре, ну, короче, где-то среди карт. Но мы же ее продвигаем прям в центр, поэтому эта карта у нас вот таким вот образом здесь уже прям достается, и вы ее спокойно контролируете указательным пальцем. Здесь у вас снизу ваши ленты держат, это все дело мизинчик. И когда сейчас вы вот так вот забиваете карту четверку черви, четверку пик, когда вы забиваете в центр, да, она у вас уходит вот сюда. Вот таким вот образом. То есть вот ваша карта, карта зрителя. И сейчас, когда вы будете закрывать вашу ленту, вы не просто ее закрываете, да, а вы сначала чуть-чуть достаете эту карту зрителя, приподнимаете ее, нажав на нее. И вот таким вот образом она у вас оказывается внизу. Сейчас я покажу это на перевернутой карте, чтобы было более проще. То есть я выдвинул три карты, чтобы было более понятно. Вот мы просунули, якобы забили куда-то в центр. И сейчас мы сначала перед закрытием делаем подвижение, раз, и закрываем. Карта уже лежит внизу. Еще раз. Кайта, о, опять 9 пик. Окей, засунули якобы куда-то в центр, продвинули, затолкали. Вот ваша девяточка. Раз, да, то есть чуть-чуть на себя, и задвинули. Выглядит очень естественно. Подровняли, сделали, допустим, дрибл, показали, что нет нигде никаких брейков. Карта зрителя уже лежит внизу. И, в принципе, сейчас вы можете уже ее как-то, да, контролировать, то есть либо пальмировать, либо, как это сделал я в демонстрации, сделать клип-шифт. То есть карта зрителя внизу. Вы просите зрителя поставить так вот вашу, его точнее, руку. И пока он ставит свою руку, все это делает, вы делаете обычный клип-шифт. То есть все, карта уже, была внизу, стала вверху. Подробное обучение на клип-шифт у меня на канале нет. Да, все думали есть, но нет. Поэтому, кстати, если вам интересно прям подробно обучиться делать клип-шифт, обязательно напишите. потому что многие его как бы знают, как делать, делают, но на самом деле прям кто делает его правильно, с точки зрения техники, таких людей очень-очень мало. Поэтому, если вам это интересно, обязательно напишите в этом комментарии. Ребята, такой был фокус. По большому счету, это был контроль, потому что то, что мы сделали с клип-шифтом, это уже просто как дополнение, потому что карту можно и вниз спальмировать, и как-то ее проявить. То есть можно уже сделать с этой картой все, что угодно, когда она уже сконтролирована. Давайте, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok